Скажите, пожалуйста, каким образом господин Рюта коснулся вопросов прав человека и защиты прав гомосексуалистов в вашей стране, и каково ваше мнение об этом? Что касается тех вопросов, которые вызывают озавоченности у наших партнёров в Европе, в том числе и в Голландии, а именно законов, которые приняты в регионах Российской Федерации, запрещающие пропаганду гомосексуализма, речь идёт прежде всего о запрете пропаганды гомосексуализма в школах, то, во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что это всё-таки принимается в регионах, и это говорит о настрое самого российского общества. Это никак не провоцируется из федерального центра. Но, имея в виду такой настрой общества, мы, думаю, что должны учитывать. Если мы говорим о либерализме, говорим о демократии, нужно с уважением относиться друг к другу, в том числе и на международной арене. Но согласимся с вами в том, что всё-таки однополые браки детей не производят на свет. Но мне бы хотелось, чтобы у нас в России прежде всего рождаемость росла за счёт так называемых титульных наций. Это русские, татары, чеченцы, башкиры, дагестанцы, евреи и так далее, и так далее. А господин Венедиктов задаёт вопрос. Эхо Москвы, Алексей Венедиктов. Продолжение вопроса моего коллеги, Владимир Владимирович. Вот многие из нас уже с вами 13 лет ездят по разным странам. И, пожалуй, мы сегодня обсуждали, что такого уровня конфронтационности, медийной, информационной конфронтационности, ни один ваш визит за 13 лет не испытывал. В Германии, в Ганновере мы видели демонстрации, видели раздетых девушек из фемина. Здесь мы видим демонстрацию сексуальных меньшинств. Повезло вам. Очень много конфронтаций. Вот с вашей точки зрения, почему ваш вот этот последний визит, Германия, соответственно, и Нидерланды, проходит на таком конфронтационном уровне? Нас перестали понимать. Это чья-то злая воля и так далее. Спасибо большое. Я уже сказал, практически я всё ответил, но попробую в чём-то конкретизировать. Что касается сексуальных меньшинств, то, в принципе, я свою позицию определил. Но хочу ещё раз сказать, всё-таки вы, как человек, живущий в Москве, хотя Москва – это ещё далеко не вся Россия, но всё-таки это столица нашей страны, и там есть определённое настроение. Я с трудом себе представляю, чтобы какой-то суд в Москве позволил бы функционировать организации, которая пропагандирует педофилию. В Голландии это возможно. Есть такая организация. Вот представьте себе, что если бы у нас такая организация появилась, которая пропагандирует педофилию, ну, слушайте, я думаю, что в некоторых регионах Российской Федерации люди бы из оружия взяли. То есть у нас станется. То же касается и сексуальных меньшинств. Ну, в общем, слава Богу, что гомосексуалисты здесь не разделились. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Все. Геи тоже и лесбиянки тоже. И сексуальность каждого человека, неважно какова она, является бесценным даром от Бога. И мы гордимся тем, кем мы есть. Это иконы, это святые, это гомосексуальные святые, ЛГБТ-святые. Вот, к примеру, есть среди святых, как в православной, так и в католической церкви, так и в других есть. Очень много геев также и лесбиянок. Вот, к примеру, остановимся. Это святые Палиет и Нектарий. Они оба римские воины в Армении. Когда казнили, обезглавили его возлюбленного, его любимый вышел на центральную площадь, это в Армении происходило. Память о них 13 февраля по Григорианскому календарю. Празднование в православной и армянской церкви 9 января. Как вы относитесь к этому процессу? Вы, слушайте, достали меня с этими однополыми. Куда они приедут, что в Европу приехал, там флагами машут. Сюда приехал, вы, знаете, представьте, ко мне. Вообще никак.